Кто смотрит меня давно, тот помнит, что у меня особая любовь к этому городу. Я много уже объездила и посетила, но некоторые места для меня все еще оставались загадкой. Сегодня мы вместе познакомимся с природными красотами Москвы, посетим знаменитые небоскребы Москва-Сити, поднимемся на 89 этаж, узнаем, где в Москве среди городской суеты можно найти укромное и уютное место, утопающее в зелени и цветах. Это канал «Это просто Москва». Приятного просмотра! В этом выпуске будет много локаций с разных частей города и сейчас мы плавно перемещаемся в музей-заповедник Коломенское. Место, где захватывает дух, где хочется гулять, забыть все свои дела, проблемы и только наслаждаться природой. Коломенское – это огромный музей-заповедник на юге Москвы. Его площадь 256 гектаров. Это примерно 360 футбольных полей. Вы только себе представьте, какие масштабы. Здесь чистый воздух, красивая природа и много интересных мест для посещения. Сейчас мы спустились в самую нижнюю часть парка, к водоему. И здесь еще красивее. Почему же парк называется Коломенское? По преданию, Коломенское было основано жителями города Коломны, бежавшими от Батыева нашествия. Но документальных подтверждений этой версии нет. Вполне вероятно, что название это произошло от славянского слова «Кола» – «окрестное», «окрест». Дата основания парка – 1532 год, а строительство шло с 1528 по 1770 годы. В Коломенском в разные годы жили Василий III, Иван Грозный, Лжедмитрий II, Алексей Михайлович, Петр I. Поэтому все строения, ныне существующие царской вотчины, датируются разными годами. Мы не упустили возможность и покатались на теплоходе Натали. Также здесь можно покататься на теплоходе. Цена билета – 1600, да? 1200. В общем, 1200, да, цена взрослого и детский – 900. Здесь почему-то написано 1600, так что имейте в виду. Скоро поедем через часочек. Речной трамвайчик идет до причала Марьино и возвращается обратно в Коломенское. Мы вышли в Марьино, потому что назад плыть и наблюдать те же самые виды не очень хотелось. В принципе, можно обойтись и без теплохода. Просто погулять по парку Коломенское. А еще нам повезло, точнее детям на теплоходе, что в это время проезжал поезд метро над нами. Затем, как я уже говорила, мы вышли в Марьино и на самокатах по мосту переехали через Москва-реку. Вы только посмотрите, какая красота открылась перед нашими глазами. Мы немного погуляли по парку Горького. Сын прокатился на гусенице. А на следующий день мы гуляли по Москва-сити. Высота небоскребов впечатляет. Эта часть Москвы кардинально отличается. Мы купили билеты в Панорама 360 и поднялись на лифте на 89 этаж. Со скоростью 8 метров в секунду. Мы увидели Москву с высоты птичьего полета. Попробовали только что приготовленное мороженое. Оно не замороженное и кажется, что ешь взбитые жирные сливки. В общем, его можно было есть неограниченное количество. Но мы с мужем съели по одному, а наши дети по два. Через стекло посмотрели, как происходит процесс замораживания мороженого. А также попробовали молочный шоколад и орешки в шоколаде. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь есть и ресторан. Цены не уточняла. Но если вы хотите пригласить девушку на свидание, то это место, на мой взгляд, идеально для этого подходит. Скажу вам так. Из всех мест, которые мы посетили за 4 дня, это впечатлило меньше всего почему-то. И даже дети, которые любят поесть мороженое, сказали так же. А сейчас я приглашаю вас на прогулку в Царицыно. Этот музей-заповедник нам очень нравится. Сочетание большого количества водоемов с разнообразными растениями, цветами. Все настолько чисто, ухоженно. Куда бы ты ни пошел, везде чувствуется умиротворение, спокойствие. Ты отдыхаешь от городской суеты и забываешь все свои проблемы и дела. Мы здесь уже не в первый раз. И сегодня решили начать свою прогулку с вот такого веревочного парка для детей. Уютненький уголок среди деревьев. Так пахнет свежестью. Родители в тенечке, могут на солнышке быть, ждать своих детей. Многоярусный такой. Городок канатный. Для детей, конечно, здорово. Идем дальше. За счет того, что в парке очень много деревьев, летом тебе не жарко. Но и зимой рекомендую погулять по Царицыно. Совершенно другая атмосфера и красота. Немало мест отведено и в спорту. Есть и футбольное поле для детей, и площадки волейбола. Музей-заповедник Царицыно занимает больше 400 гектаров. И включает в себя оранжереи, дворцовый ансамбль, пейзажный парк с прудами и павильонами. А также новые парковые зоны с цветниками и светомузыкальным фонтаном. А эта Царицынская плотина появилась еще в 17-м столетии. Плотина отделяет верхний Царицынский пруд от среднего. Со временем плотина ветшала. И с 2005 по 2007 годы был проведен ее капитальный ремонт. Конечно же, за один день очень сложно обойти весь парк. Он просто огромный. Государственный музей-заповедник Царицыно – один из крупнейших музеев Москвы. Дворцово-парковый ансамбль Царицыно заложен по заказу императрицы Екатерины II для ее загородной резиденции. Это единственный дворцовый комплекс в России, выполненный в стиле псевдоготика. После смерти Екатерины II ее наследник Павел I запретил дальнейшее строительство. Здесь был пожар, после которого дворец стал быстро разрушаться и зарастать травой. Но в 1870 году здесь возник поселок Новая Царицыно, где построили дачи. В разные годы в Царицыно снимали дачи или гостили у родственников писателей и поэты Достоевский, Тютчев, Плещеев, Чехов и Бунин. В советское время здесь была зона отдыха и отведено место под строительство дач. В конце 20 века правительство все же приняло решение о возрождении территории Царицыно. Задуманную Екатериной усадьбу построили современные архитекторы по чертежам тех еще времен. Используя современные материалы, зодчие воссоздали начальную резиденцию императрицы. Вход в парк абсолютно бесплатный. Единственная экскурсия по Большому дворцу и зданиям архитектурного комплекса требует оплаты. Парк имеет 11 входов и работает с 6 утра до 12 вечера. Большой кавалерский корпус. И вот здесь он был, дети не осталось. Вот здесь получается в оригинале, как сейчас. Вот этого здания нет в центре. Все места, которые мы посещаем, это благодаря вам, дорогие мои зрители. Я в прошлом году писала пост на своем канале в Дзен с просьбой посоветовать мне, что посетить Москве и где лучше поесть. За два года мы много объездили и ели в нескольких заведениях, по вашим рекомендациям. Но больше всего нам понравилась Маримания. Сейчас мы заехали в Мариманию поесть. Это мой салатик Цезарь с морепродуктами. Вот так он выглядит. Также нам принесли наши напитки. Это малина апельсин. Также мы заказали там ям. Для милых там это с кокосовым молоком или кокосовыми сливками. Еще мы заказали пиццу на черном тесте с креветками и лососем. Сейчас будем пробовать. Ну и в заключении нам принесли жареные пельмешки с лососем. Соус, я думаю, это сметана с икрой. Смотрите, вот так пельмешек выглядит внутри. Вкусненько. А это то место, которое невозможно представить среди улиц московской суеты. Но оно есть. Это аптекарский огород, ботанический сад Московского университета, основанный Петром I в 1706 году. Стоимость билетов вы сейчас видите на своих экранах. Но что меня удивило, что есть даже годовой абонемент. Есть жители Москвы, которые приезжают сюда специально, чтобы погулять, развеяться и отдохнуть от современной цивилизации, которая окружает тебя каждый день и везде. Тебя окружает большое количество деревьев, кустарников, каких-то необычных растений, которые не повторяются. То есть у вас не будет такого, что вы увидели одно растение, прошли два шага, увидели такое же. Нет, они совершенно все разные. Есть несколько красивых водоемов. А еще вы мне писали, что аптекарский огород каждое время года красив по-своему. Летом он выглядит вот так, как я сегодня вам показываю. А осенью вырастут какие-то другие растения и зацветут совершенно другие цветы и будут радовать наш глаз. И нам удалось понаблюдать, как чистят водоем. Этот водоем самый большой из всех водоемов в аптекарском огороде. И чем-то напоминает эта картина Вьетнам. Не правда ли? А еще мы покормили с руки уточек. Дети сначала боялись, но потом не хотели уходить. Мы продолжили свою прогулку по аптекарскому огороду. И чем дальше мы шли, тем удивительнее и красивее была природа и экспонаты. Кстати, это самый успешный объект ландшафтной архитектуры города Москвы 2009 года. За год его посещают более 400 тысяч человек. А вот этому дереву уже 300 лет. И в 2014 году построили вот такую конструкцию, его поддерживать. Чтобы не поломалось окончательно. Здесь можно увидеть растения, цветы, насекомых, деревья со всего мира. А еще вы встретите вот таких причудливых лиц. Людей, сделанных из хлопка. Но и это еще не все. Вы можете посетить пальмовую оранжерею. В ней собраны растения родом из экваториальных, тропических и даже некоторые представители субтропических широт земного шара. Большинство из них круглый год содержится под стеклом. Потому что климат средней полосы для них губителен. А это мы поднялись на второй этаж. Тут очень жарко. Это растения пустыни. Смотрите, сколько разных кактусов. Кактусы, конечно, впечатляют. И обязательно дойдите до конца, до вот этой вот кафешки. Потому что здесь смотрите, сколько черепах. Друзья, путешествуйте и помните, красота в глазах смотрящего. В комментариях очень буду ждать ваши рекомендации по местам, которые еще стоит посетить в Москве. А я благодарна вам, что эти несколько минут вы провели вместе со мной. Хорошего вам настроения. И не забудьте поставить лайк. С любовью, ваша Евгения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok